МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Магадане зафиксирован резкий рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. С этой темы начал свой регулярный брифинг мэр Магадана Юрий Гришан. На 8 сентября в статистику инфицированных попали 33 человека. Несмотря на то, что новый учебный год в регионе начался в очном формате, власти не исключают возвращение к дистанционному обучению. Вместе с тем в Магадане началась прививочная кампания против гриппа. В первую очередь ей охвачены сотрудники медицинских и образовательных организаций, а также люди старшего возраста. Власти призывают не игнорировать возможность привиться от гриппа. Это в том числе позволит ослабить хватку COVID-19 в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Компания стартовала, что лечебные учреждения готовы делать прививки. Кстати говоря, в период проведения голосования будут работать медицинские кабинеты и будет организована непосредственно на избирательных участках возможность привиться от гриппа. 4 сентября в Магадане стартовал отопительный сезон. Процесс не однодневный, для полного заполнения систем, а также ликвидации возникающих неполадок требуется несколько дней. На данный момент отопление запущено во всех объектах социальной сферы и более чем в 70% жилых многоквартирных домов. В ряде случаев тепло до сих пор не попало в дома к магаданцам из-за пустующих квартир, в которых произошли аварии. Специалисты напоминают, что в таких ситуациях МЧС вправе вскрывать жилые помещения для устранения неполадок, а должные подготовки к отопительному сезону напоминают и жителям частных секторов. Трубопроводы должны находиться в изолированном состоянии, они должны быть тоже опрессованы, промыты. Это не просто прихоть Магадан-теплосетия, это делается для того, чтобы в зимний период на тех участках, которые принадлежат владельцам жилых домов, не было аварий. Также на брифинге глава города поделился хорошей новостью. Получено положительное заключение экспертизы проекта старого здания Краеведческого музея. В ближайшее время документы будут направлены в Министерство культуры Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения. Это еще в рамках празднования 90-летия Магадана, это подарок городу от Министерства культуры, финансирование строительства старого здания Краеведческого музея, который войдет в состав музейного комплекса города Магадан. На экспонатах там уже миллион. Кроме того, возобновит свою работу клуб юных моряков «Навигатор» на базе ДТЮТ, в рамках которого мальчишки и девчонки научатся вязать морские узлы, получат базовые знания по основам судоходства, а летом в хорошую погоду будут отрабатывать полученные навыки в бухте Нагаева. Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел встречу с главными редакторами региональных СМИ. Темой мероприятия стали предстоящие выборы депутатов в городскую и областную думу. В 2020 году только в городскую думу баллотируется 106 кандидатов. Ранее подобная активность среди кандидатов отмечалась более 20 лет назад. С чем это связано, спросила главный редактор медиахолдинга «Вечерний Магадан» Наталья Мефтохуддинова. Как по-вашему, зачем оно и нужно людям, и откуда такой высокий политический интерес к своим гражданам? Я считаю, что это нормально. Единственное, надо понимать, что она потребует довольно такой усидчивой работы, потому что надо изучать очень достаточно много документов, зачастую сырых, и надо все-таки понять, что ответственность существует, и самая главная возможность влиять на ситуацию. В продолжение темы журналисты муниципального телеканала поинтересовались у главы региона о том, какие первоочередные задачи будут стоять перед новым составом депутатского корпуса. По словам Сергея Носова, одним из самых важных моментов это распределение муниципального бюджета по всем необходимым направлениям. Именно это распределение является принципиально важным, потому что оно открывает возможности для дальнейшей работы. Хотя сегодня исполнительные органы власти, что на местах, что в регионе, должны в рамках, почему существует трехлетняя программа или бюджет трехлетний, сегодня существуют нацпроекты до 2024 года. Понятно, что некоторые цели будут скорректированы с учетом создавшейся ситуации, но в целом по Магаданской области вопрос сегодня только один, для исполнительных уже властей. Значит, проектно-сметная документация и вперед. Качественная только. Кроме того, журналистов интересовало, как будет организовано проведение предстоящих выборов в существующей противоэпидемиологической обстановке. Многие избирательные участки размещены на базе общеобразовательных школ и будут работать в течение трех дней. В такой ситуации снизить нагрузку по подготовке к новой учебной неделе поможет активное участие в выборах именно в первые два дня. Напомним, в этом году решением ЦИК России голосование будет проведено с 11 по 13 сентября. «Родительству стоит учиться, родительству стоит учить». Под таким лозунгом Магадан посетил Алексей Гусев, секретарь Координационного центра общественной организации Национально-родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей. Деятельностью ассоциации охвачено 83 региона страны. Магадан оказался первым на линии маршрута посещения филиалов на Дальнем Востоке. Гостя из Москвы встретил мэр Магадана Юрий Гришан. Вместе они обсудили современные проблемы дефицита семейных ценностей и необходимость развития родительской ассоциации на территории областного центра. В Магадане у нас есть тоже свое отделение и я впервые в качестве руководителя организации здесь в городе и для нас очень важно, ну, во-первых, повстречаться с родительским активом, с руководством города и обсудить вопросы развития очень интересной инновационной площадки, которую уже вот мы открываем на площадке школы номер 4. Эта инновационная площадка будет посвящена вопросам родительского просвещения, вопросам формирования диалога семьи и школы. В рамках деятельности Национальная родительская ассоциация выступает организатором различных тематических мероприятий в учреждениях, направленных на повышение семейных ценностей. Конкурсы видеороликов, оформление личных фотоархивов, создание краеведческих музеев и многое другое. В Магадане площадку для диалога семьи и школы создадут на базе общеобразовательной школы номер 4. Ну, мы еще пришли к выводу, что очень таким действенным, действенной формой работы является клубная форма работы. И вот в 2018 году первый наш был опыт, это мы создали клуб совместно с родительской ассоциацией и вот библиотекой в нашем районе рядом расположены, семья в пространстве диалога. Четыре заседания в год, какие-то проводили в школе, какие-то на базе библиотеки. Очень мы довольны, и родители, и дети. Самое главное, что это было интересно. Побывав в Магадане, Алексей Гусев посетил мемориальный музей-квартиру Вадима Козина. По словам руководителя родительской ассоциации, атмосфера помещения передает огромное жизнелюбие, скромность поэта и его любовь к творчеству. Ощущение от этих вещей окрыляет. Из столицы Колымы Алексей Гусев полетит на Чукотку-Ванадырь, а затем по списку в Петропавловск-Камчатский. Как отметил гость из Москвы, нельзя все сводить к школьному образованию. Родительству стоит учить. В Магадане наградили победителей конкурса лучшего проекта водораздельного знака, который планируют установить в Хасынском городском округе на Яблоневом перевале. Там проходит водораздел Тихого и Северо-Ледовитого океанов. Организатором творческого мероприятия выступило региональное отделение Русского географического общества. Всего на конкурс было представлено 16 эскизов. По итогам работы экспертного жюри первое место у творческого коллектива компании «Афина». Задумка авторов показать столкновение водных стихий. Работа Андрея Осипова заняла второе место в конкурсе, однако именно его проект взяли для реализации. Подведение итогов конкурса проходило в рамках юбилейного заседания регионального отделения РГО, на котором участники подвели итоги проделанной работы и определили планы на будущий год. В частности, говорили и о Гижигинской археологической экспедиции. То, что начались раскопки, это только первый этап. По раскопкам и созданию экспозиции, и получению научных результатов первого городского поселения на территории северо-востока нашей Родины, я думаю, что это имеет очень большое значение, и те научные цели и результаты, которые мы получим, они должны послужить большими выводами. Кроме того, на торжественном мероприятии были определены делегаты от Магаданской области на участие в юбилейном съезде РГО, который пройдет в ноябре этого года. В связи со сложившейся противоэпидемиологической ситуацией записаться на личный прием к руководителям и специалистам управления Федеральной службы судебных приставов по Магаданской области возможно только посредством сервиса «Электронная очередь». Он расположен как на официальном сайте ФССП России, так и на сайте регионального управления. «Посредством записи на личный прием можно выбрать как должностное лицо, к которому вы хотите записаться, так и день, и время записаться, можно на глубину до 30 дней. Необходимо учесть, что записаться можно только по одному вопросу. Другому лицу передать свое право в этой очереди нельзя. Записывается только конкретная сторона исполнительного производства и указывает, по какому исполнительному производству он приходит». Кроме того, граждане, воспользовавшись вкладками электронного сервиса, могут выяснить наличие или отсутствие задолженностей, а также при необходимости произвести оплату долгов. А в личном кабинете можно онлайн подать заявления, жалобы или обращения. При этом авторизация происходит через портал Госуслуг. Помимо интернет-сервисов можно воспользоваться корреспондентскими ящиками, которые располагаются на входах всех отделений. В среду 9 сентября в Магадане переменная облачность без осадков. Температура ночью 8 градусов выше 0, днем воздух прогреется до 12 градусов. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. Влажность составит 54%. Склад-магазин строительных материалов «Крас» представляет гипсокартон и комплектующие, сухие строительные смеси, древесно-плитные материалы, лакокрасочная продукция, пиломатериалы, гровельные материалы и крепеж в ассортименте. Осуществляем доставку по звонку. Телефон 63-66-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова